Добрый вечер! Мы просили вас накануне вашего праздника. Мы знаем, что первое воскресенье сентября празднуется День работника нефтегазовой промышленности. И вот сразу вспоминается анекдот. Вы наверняка знаете самый популярный анекдот про казунный газ, про лоры, жоры, доры и случайно уцелевшие кадры. Я хотела спросить, когда Мирзак Шукеев пришел сам руководить фондом, он первое, что сказал, что он будет сокращать живчиков, кого он еще сказал? Зайчиков. В сфере, я так понимаю, в казунной газе прежде всего. Мне вот интересно, произошла оптимизация? Ну, если коротко ответить на ваш вопрос, произошла, безусловно. Мы сократили персонал головной компании на 25% и по своим дочерним компаниям выдержали такой же показатель 25%. Ну, я, насколько понимаю, под оплюку вашего вопроса. Вопрос не в том, что она там физически произошла, а сократили ли мы людей реально. Ну, вы знаете, ну, во-первых, конечно же, сам руководитель является нашим акционером. Мы, безусловно, вырабатываем наши стратегические задачи и планы развития и так далее. Понятно же, безусловно, только по согласованию со своим единственным акционером. Естественно, те вопросы и то поручение, которое Омур Закистоевич нам довел, оно было выполнено, безусловно. То, что касается людей, пришлось, конечно, сокращать очень... Действительно, живчиков и зайчиков пришлось сокращать? То есть кто? Ну, вы знаете, я на самом деле избегаю, конечно, таких определений. В принципе, мы реально сократили людей, которые работали, которые приносили, конечно, какую-то ценность. Есть, конечно же, в любой организации наверняка, ну, может быть, у вас тоже такие бывают, тоже такие случаи. Ну, бывают люди там особенно незагруженные или там, когда ты перестраиваешь стратегию, там, кто-то там на данном этапе нужен и так далее. В любом случае сокращение коснулось живых людей, сокращение реально коснулось каких-то отдельно взятых людей с их семьями, с их проблемами, с их вопросами. Поэтому, конечно, эту работу пришлось проводить непосредственно с каждым человеком, беседовать. Какие-то люди были трудоустроены в другие компании, какие-то люди были отправлены, так скажем, так, на рынок. В принципе, сказать, что это были бесполезные люди, я так, конечно, сказать не могу. Ну, правда же, что в Казмной Газе работают люди, на самом деле, которые имеют родственные связи, да? Я так понимаю, что когда Мирзак Киславович пришел на эту должность, он говорил именно про тех людей, которые, может быть, меньше всего загрошены, но при этом получают очень хорошую зарплату, хороший социальный пакет. Я знаю, в Казмной Газе есть. То есть это же правда? Ну, конечно же, безусловно, это реалия сегодняшнего дня. Да, действительно, есть у нас и такие люди. Но у нас отношения мы нисколько не можем, и я думаю, что и вам, может быть, тоже не следует относить, если у кого-то есть родственник, какую-то оценку этому давать. Во-первых, я считаю, что у нас люди очень профессиональные. Во-вторых, те люди, даже имея какие-то там связи родственные и так далее, получили соответствующее образование. Они соответствуют определенным требованиям, которые мы выставляем. А правда, когда говорят, что в Казмной Газе просто так устроиться на работу невозможно? Безусловно, такие разговоры есть, и мы их знаем. Ну, вы знаете, мы тоже не находимся же где-то в каком-то вакууме, понятно, тоже с людьми общаемся, тоже разговариваем и так далее. Но я вам скажу откровенно, очень требования становятся с каждым годом все требовательнее и требовательнее. Но опять, это не подход такой, не хочу там и так далее. То есть выставлены какие-то внешние формальные сито, через которые человек должен пройти, кем бы он ни был бы. А там уже, конечно же, может, конечно, субъективный фактор играть каждого руководителя отдельно. Наверняка и к вам обращались, да? Да, безусловно. Просили устроить сына. Безусловно, да. Безусловно, я тоже это проходил и тоже это прохожу. Но, вы знаете, всегда есть... Хотя вам сложно отказать. Если это ваш близкий друг, человек, который сам когда-то вам помогал. Если это мне близкий друг, то, конечно, я ему всегда смогу объяснить. Если это человек, от которого я каким-то образом завишу там или там, ну, в силу там всяких связей и прочих, то, конечно, вступает в силу там, я так шучу, там трек номер 19. То есть можно что-то сказать. Вот, пожалуйста, проходи тестирование, зачисляйся в кадровый резерв. При возможности, конечно, будем мешать. Ну, и третий вопрос это... Ну, и третий аспект этой же проблемы. То есть когда ты отношениями дорожишь и когда ты выстраиваешь какие-то, ну, скажем, отношения, то, конечно же, надо же тоже ответственность чувствовать. И люди, которые рекомендуют, они там не будут там рекомендовать человека с улицы, там, скажи, вот этого возьми кем-то. Это такие вопросы в Казмоной Газе не проходит. Я сегодня написала в Твиттере о том, что вы у нас будете в гостях. И, кстати, очень много вопросов именно, кстати, по вашей карьере. Спросите его, какой он клан представляет в Казмоной Газе. То есть получается, вы еще такой по кланам делитесь? Ну, во-первых, то, что деление по кланам, это понятно, еще раз говорю, там мы и прессу читаем, и в Твиттере там бываем, конечно же, почему-то многие, в том числе с экранов телевизоров, там, политологи говорят о том, что там общество делится на кланы и так далее. Ну, во-первых, я думаю, что это самая ошибка главная там у многих людей, если они на что-то такое там делятся. То, что касается нашей там текущей деятельности, то, ну, не знаю, я бы так не сказал там о том, что я там какой-то клан представляю и так далее. Ну, вы откуда родом? Ну, я родом вообще из Тараза, из Джамбулской области. Я родом из Джамбулской области. Ну, то есть вы южанин. Кстати, это один из примеров, потому что я работал и в Западном Казахстане, я работал и в Актау. На самом деле я проработал в компании больше 15 лет. И если там представлять, что в Казахстане работают только представители Западного, тоже неправда. Мне кажется, мой личный пример это показывает. То, что касается там формирования как-то по кланам, это тоже я однозначно такой вопрос отметаю. А что вам помогает двигаться, потому что, то есть расти, да, вот по вашей карьерной лестнице? Потому что вы сейчас занимаете очень высокий пост. Вы первый заместитель, представитель управления национальной компании, самый большой, да, в которой мечтают работать многие. А вы занимаетесь такой высокий пост, несмотря на вашу молодость, да. Что вам помогает? Ну, отвечу так. Или кто вам помогает? Да, отвечу так. Значит, первый вопрос по поводу того, что многие люди хотят работать в Казахстане. Здесь я только могу поддержать. В силу того, что какая-то некая, я не говорю об элитности, да, речь не об элитности идет. Речь идет о том, что все-таки, видите, Казахстан у него достаточно высокая планка. И работать в Казахстане, во-первых, это честь. Это очень престижно. Да, это очень престижно. Поэтому этот престиж, конечно, мы и дальше будем, и дальше культивировать, дальше будем поддерживать, для того, чтобы Казахстан все-таки эту высокую марку держал. То, что касается лично меня, вы знаете, я начал работать в нефтегазовой отрасли 1997 года. До этого я работал в Академии наук, до этого я работал в Министерстве экономики, в Национальном агенции по иностранным инвестициям, потом в банке. И мы в этот период, перед нефтегазовой отрасли, вот это было становление, в 1997 году новая компания создавалась, Казахстан, я в ней начал работать директором департамента. Вначале главный менеджер, потом директором департамента. И там ставились определенные такие задачи, которые нужно было решать. Первое, это, конечно, финансирование наших крупных проектов и так далее. В 1997 году, если бы мы, конечно, планировали, стратегия у нас была, но вот так представить, что мы построим направление на Китай, что мы построим, расширим КТК, что мы увеличим транспортировку на Траус-Амару, что мы имеем там южный коридор транспортировки нефти, это, конечно же, касалось фантастики. Но вот так целенаправленно в течение 10-15 лет мы этот вопрос достигли. То есть можно сказать, что вы начинали с 1997 года, и вы работаете уже больше 15 лет. То есть вы в своей отрасли работали степ-бай-степ, то есть поднимались по карьерной резинции. Да, я работал степ-бай-степ, потом был директором департамента, потом был исполнителем директором, потом становился заместителем. И одно из, я считаю, конечно же, ну, как бы самого себя оценивать я не буду, но тем не менее могу сказать, что одно из возможностей, ну, дальше в своей работе продолжать за корпоративное развитие, я проработал в компаниях казмонных газов, в различных, почти во всех, кроме разведки добычи, в силу того, что мы решали отдельно узкие направленные задачи, но мы всегда выстраивали стратегию. Поэтому я был генеральным директором и в газовой отрасли, я был директором и во флоте национальном, я был генеральным директором и в нашем маркетинговом подразделении. Но прежде чем вот этого всего достичь, я проходил и там стадии, скажем, заместителя, ну и работал я и в регионах. Ваши друзья, это друзья из детства или вы можете спокойно, легко обретать новых друзей? Вот спокойно, легко обретать новых друзей, это тоже вопрос, понятно, что с возрастом, ну, тяжелее, как бы там это все становится и я считаю, что это, конечно, неправильная характеристика говорить о том, что вот я могу там легко там подружиться с кем. Хотя мне кажется лично, что с возрастом мне, наоборот, легче находить новых друзей. Ну да, потому что... Потому что это интересы уже более понятные. Знания, да, выкристаллизовываются, я могу там, ну, какие-то там определенные интересы выкристаллизовываться. И я еще раз хочу сказать, что никогда дорогу или там дверь там для этого не сокрывать, не следует там, ну, по крайней мере, это моя личная там, скажем там, философия. С другой стороны, понятно, вот это интересы. Да, у меня там есть друзья, например, с детства. Я их вижу, периодически встречаюсь, но понятно, что я много времени с ними не могу проводить там силу, там, ряда вопросов. Второй вопрос, у меня есть, там есть друзья школьные, потом есть друзья студенческие, есть друзья армейские. Я вот помню, в армии служили, мы когда уезжали, через два года нам казалось, что мы друг с другом не расстанемся никогда. Ну, жизнь так складывается. В принципе, понятно, что у меня сейчас есть друзья, которые в компании вместе работают, люди. Ну, знаете, это, еще раз говорю, если там к ответственности этот вопрос относится, то есть нельзя, конечно, определить, что у меня много друзей. Да, конечно, они есть. Я бы хотела вернуться уже больше к профессиональным вопросам. Я знаю, что Казмонегаз недавно приобрел 10% акций в Корчаганак-проекте, да? Как-то получается, что вот у нас все крупные месторождения, они находятся, вот большая часть, основная доля находится у иностранных инвесторов, да? Там Каспий, Тенгис-Шеврол, Корчаганак. Почему наши крупные месторождения принадлежат не нам? И нам приходится покупать, да? Ну, во-первых, то, что приходится покупать, это справедливо. Это еще одно доказательство того, что мы курс, который объявлен главой государства, и мы, конечно же, и в этот курс проводим, что это привлечение иностранных инвестиций, то есть мы не можем просто так взять там в один момент и прийти и сказать, нет, вот ты уходи, потому что мы сами и с усами, да? Поэтому это то, что касается вопроса покупать. Должно быть все справедливо, на коммерческих основе, для того, чтобы двум сторонам было интересно. То, что касается, почему они принадлежат, вы знаете, недавно, ну, относительно недавно, ну, больше 110 лет Казахстан добывает нефть. В 91-м году, вы знаете, когда мы строили новое государство под руководством главы государства, то есть, в принципе, это была одна из отраслей, которая сейчас является локомотивом. Мы там, нефтегазовая отрасль, там больше 25% во внутреннем валовом продукте как бы дает. Понятно, что в тот период национальный капитал как бы не был готов там и так далее, то есть поэтому с помощью стабильности, с помощью вот именно опять личной роли главы государства были привлечены инвесторы. Теперь наступает период, когда мы встали на ноги, когда мы имеем возможность опять национальные богатства, то есть ту ренту, которую наше государство дает, обращать на пользу. Мы, в принципе, наступил момент, когда мы ведем переговоры и начинаем участвовать в крупных проектах. Поэтому ничего в этом страшного нет, что там говорят, что там какие-то принадлежит иностранцам, там принадлежит американцам. Мы там часто слышим, вот китайцам принадлежит. На самом деле речь же идет о том, что интерес и рента, природная рента, которая должна принадлежать, она в любом случае остается здесь. И это должно пойти на пользу стране. Теперь об участии Казмонагаза. Это наш стратегический курс. Мы видим, что мы, конечно, свою долю будем наращивать в добыче. Но в большей степени путем открытия новых месторождений, путем елагоразведки, путем вложения средств, которые мы за этот период заработали, чтобы делать что-то новое для того, чтобы доля национальной компании увеличивалась. Ну, то, что вот там говорят, что там опять иностранные инвесторы, мы в этом ничего такого страшного не видим. Тем не менее, хочу сказать, что этот вопрос постоянно находится у нас на контроле. То есть, вопросы сбалансированного выстраивания политики в нефтегазовой отрасли, это находится на контроле не только у нас, у нас самих, в Самурок Казмонагазе, а у нас в Казмонагазе в правительстве и на контроле у главы государства. Я знаю, что Казмонагаз приобретает какие-то доли и за рубежом. Вот есть такая компания Ромпетрол. По-моему, в 2007 году вы покупали, да? Да, в 2007 году. Я знаю, что это достаточно проблематичный какой-то проект, и что он не приносит тех доходов, на которые вы рассчитывали. Ну, вы знаете, это тоже вопрос такой. Ну, во-первых, то, что касается доходов, то, что они там не приносят. Во-первых, они доходы приносят. Другое дело, что мы, конечно же, не рассчитывали получить их там в течение ближайших пяти лет. Ну, это вот в такой капиталоемкой отрасли это невозможно. То, что касается участия нас в зарубежных проектах, да, действительно, мы в зарубежных проектах участвуем. Это является частью нашей стратегии, потому что для нефтяной компании любой прирост запасов и участие в других проектах – это приоритет номер один. Поэтому нам были интересные проекты и у ближайших соседей, и в России, скажем, и далеко, и в Ираке участвовали, и вот сейчас смотрим, и Ливия, и так далее. Это, в принципе, не обязательно получить там какой-то участок, скажем так. Это, во-первых, переток знаний, во-вторых, видение. Если есть какие-то стратегические интересы, то это, конечно, если, например, владеть каким-то крупным месторождением, это обязательно на твоих балансах отразится. Понятно, как это капитализирует компанию. Ну, это чисто коммерческая как бы основа. То, что касается… Ну, вот Ром Петрол сейчас он приносит. Да, то, что касается Ром Петрола, я скажу… Те дивиденды, на которые вы рассчитывали. Он должен приносить нам те дивиденды, на которые мы рассчитывали. Программа длинная, до 2025 года была она рассчитана. В принципе, сейчас я коротко попытаюсь так… Ну, если… Ну, это касается нашей стратегии. Казахстан добывает 80 миллионов тонн нефти. Вот сейчас, где-то в 2012 году… В 2020 году, я прошу прощения. В 2022 году мы где-то будем добывать по планам где-то 130 миллионов тонн нефти. Казминный газ на сегодняшний день через компанию «Разведка дубыча» где-то добывает 9 миллионов тонн нефти. С участием там всех наших проектов, в которых мы являемся… Ну, где-то 21 миллион тонн добываем на сегодняшний день. Это от 80 до 40 миллионов тонн. То есть, 21 миллион тонн нефти – это наша нефть, которая добывает казминный газ. Да, это нефть, которая принадлежит казманной газу через участие в других проектах. Под непосредством это «Разведка дубыча». Теперь, что… Остальные 60 миллионов, получается, тонн добывают иностранные компании? Да, это компании с иностранным участием, но и с нашим участием. Вот, смотрите, это так. Наша нефть вообще нам не принадлежит. Почему? Она нам принадлежит. А какие запасы у страны национального богатства? Ну, я сейчас, ну, боюсь, там в цифрах ошибиться. Ну, я хочу… Ну, большая половина часть, получается, добывается не нами. Нет, нет, на самом деле, во-первых, контракты ограничены по срокам, там, 2040 года до 2032 года. Потом есть часть месторождения, которые принадлежат иностранцам, они на самом деле находятся не на взлете, а на падении. То есть, с участием нашего роста, ну, с планированным нашим ростом, и с падением тех старых месторождений, которые там добываются на территории Казахстана, наша доля будет расти. Ну, то есть, это стратегически. То есть, если вот брать, например, один отдельно взятый 2012 год, это так. Если посмотреть до 2022 года, мы хотим до 25 миллионов тонн. Теперь, что, вот, например, многие говорят, вот от того, что там нефть добыли, она же не становится товаром, потому что она там находится у тебя там в резервуарх и так далее. Ее надо продать, правильно? Ее надо продать, получить деньги, заплатить налоги и так далее. Поэтому, получается, что экономическую ренту Казахстан получает. Ну, себестоимость учитывается. Это все, все эти вопросы, они абсолютно прозрачные. Поэтому, из-за того, что там, например, добывается с участием американцев или с участием, там, британцев, там, ничего страшного для меня там нет. Теперь, вот, то, что касается, я возвращаюсь к нашей стратегии. Когда мы добываем, например, 9 миллионов тонн нефти, мы ее можем привезти на рынок и продать. Там, на рынке Черного моря, в Новороссийске, получить мировую цену, там, и спокойно, там, зачистить все это. Мы же стратегически видим, что в районе Черного моря, где-то в 2022 году, из 130 миллионов тонн нефти, где-то 64 миллиона тонн будет казахстанского происхождения. Мы, путем приобретения Ром Петрова, во-первых, получили доступ к шести, ну, просто к шести конкретно, к шести компаниям, к шести рынкам Европы. Ну, то есть, это, там, и Румыния, и Испания, и Франция, и Болгария, и Молдавия. Второй момент, мы получили самый современный завод на территории Черного моря. И мощность его переработки 5 миллионов тонн. Поэтому, вот мы, те 9 миллионов тонн, которые мы добываем, мы больше миллиона поставляем на внутренний рынок, 5 миллионов тонн поставляем на Ром Петров, перерабатываем, получаем нефтепродукты, эти нефтепродукты продаем. Всегда продажа нефтепродуктов через пистолет, она является более выгодной. И поэтому, для того, чтобы не находиться на конечном рынке со своим просто сырьем, мы, это стратегическое приобретение было сделано. Ну, это очень хорошее стратегическое приобретение, потому что, вот вы сейчас нам объяснили, это все хорошо, да? Ну, вот вы сами сказали, что через пистолет больше дохода, да? Ну, у нас не так много НПЗ, да, в Казахстане? Три. Всего три. И, видимо, они как-то не успевают работать или что, я не могу понять. Просто, когда у нас возникает дефицит топлива, я приезжаю на заправочную станцию и понимаю, что я живу в стране, где очень много нефти, и для меня шок, когда я вижу, что бензина нет. На самом деле, мы всегда говорили, что приоритет номер один – это обеспечение внутреннего рынка. Теперь, в чем проблема складывается? В принципе, Казахстан, мы сейчас готовы перерабатывать где-то 15 миллионов тонн нефти. Но у нас, с учетом того, что… Из 20, да? Ну, на внутреннем рынке. На внутреннем рынке. По сути дела, я могу сказать, что потребление в Казахстане где-то порядка 15 миллионов тонн нефти, где-то в конце 2015 года будет 19 миллионов тонн нефти. Понятно, что мы посчитали все наши инфраструктурные проекты. Сейчас, вы знаете, реализуется государственная программа индустриально-инновационно-форсированного развития. Почему мы приступили к реконструкции нефтеперерабатывающих заводов? Мы увидели, что у нас внутри Казахстана спрос и предложения, они уже разные. То есть, если раньше мы больше специализировались на производстве, например, 80-го бензина, и у нас было, ну, в большей степени выходы в наших заводах, когда были темные продукты, это мазут, то сейчас, понятно, с учетом того, что рост благосостояния идет, идет, ну, приобретение машин, плюс идет большая массовая стройка, плюс работают наши транзитные коридоры, это, как там, западная Китай и западная Европа, там, дороги через нас проходят. Мы теперь делаем, мы проанализировали, мы увидели, что мы будем потреблять больше дизеля, мы будем потреблять больше высококтанового бензина. Мощности наших заводов на сегодняшний день, которые сейчас есть, они этот вопрос переработать не могут обеспечить. То есть, необходимы инвестиции в реконструкцию. Мы эту реконструкцию делаем, и в 2015 году, ну, в начале 2015 года мы уже готовы заявить о том, что все заводы реконструированы, мы теперь будем закрываться внутренним. А до 2015 года, получается, иногда мы будем испытывать дефицит? Мы будем импортировать. Теперь второй вопрос. Второй вопрос. Почему иногда бензина не хватает? Ну, я на самом деле вот считаю, что мы вот этот пиковый период пережили, когда его просто не хватало. Ну, может быть, какие-то там перебои бывают. Я, откровенно, не буду за всех отвечать, потому что более 3000 заправок в Казахстане. Вопрос стоял в том, что мы приступили к регулированию цены. Это где-то года два тому назад было. И мы могли от регулированной цены запереть импорт. То есть, у нас, когда высококтановый бензин, у нас потребность 20% где-то дефицита, нам нужно обеспечить, чтобы бензин притек сам. Для того, чтобы он там притек, мы должны регулировать ценами. Но цены всегда высокие. Ну, вы знаете, насчет высоких цен, это же вопрос в том, что действительно цены... Всегда хочется дешевле. Но я считаю, что цена – это та объективная цифра, которая на сегодняшний день сложилась. Вот мы, например, продаем не дороже, чем Россия. Понятно, что вот рядом возле нас, на севере, где-то вот... Ну, на севере я имею в виду, там, на территории. Вот если все три завода наших 15 миллионов тонн, то, например, один Омский НПЗ может 20 миллионов тонн перерабатывать. Волгоградский, там, ну, вот эта группа, они могут перерабатывать больше 40 миллионов тонн. То есть у нас там, в принципе, избыточные мощности на севере, поэтому часть притока бензина с Россией идет. Ну, и для того, чтобы обеспечить этот приток, естественно, мы должны не запирать. Ну, то есть как-то гибко подходить к ценообразованию. Иногда бывают некоторые там моменты, например, там, грубо говоря, там, неделя, там, ой, ну, недели – это много даже. Теперь в чем наша задача? Мы через свои компании, мы, у нас есть нефтебазы, то есть мы создаем какие-то запасы для того, чтобы эти, ну, ажиотажный спрос можно было регулировать, сбросить. В принципе, эта работа ведется под руководством Министерства нефти и газа и под непосредственным контролем правительства. Я считаю, что, конечно, таких прям прям перебоев, как бывало раньше, такого не будет и основы для такого, ну, для таких предположений нет. Но это же было в прошлом году, я помню, что в прошлом году был дефицит, в Алма-Ате я видела этот дефицит, в Астане я была. Да, 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 в прошлом году было, когда вот как раз-таки мы быстро не отреагировали на цены. А я слышала, Даниэль Амирай, что это сговор трех НПЗ, что они таким образом тоже там, как бы, свою, да, политику ведут. Ну, я могу так сказать, у нас нефтеперерабатывающие заводы вообще работают по принципу толлинга. То есть это, ну, то есть, ну, на давальском сырье заходит владелец нефти, заходит, перерабатывается, получает продукт, его продает. Если бы, например, наши нефтеперерабатывающие заводы сами покупали нефть и сами продавали, это можно было там их там обвинить в сговоре. На самом деле это не так. Во-вторых, могу сказать, что казманной газу, вот, от Раусской НПЗ принадлежит 100%, ну, там есть доля миноритариев, там, коллектив. Павлодарский, нефтехимический нам принадлежит 100% и 50% принадлежит нам Чемкент. В принципе, перерабатывающие мощности казманной газ и государство через казманной газ контролируют. У нас больше 85%. То есть вы сами можете контролировать? Безусловно. Второй вопрос. Как люди заходят там? Иногда, иногда бывают такие моменты, что, например, владелец нефти должен зайти, переработаться, продать. В прошлом году вводился закон об обороте нефтепродуктов для того, чтобы убрать лишних посредников, и чтобы цены резко как бы не росли, в этот момент произошел небольшой сбой. Ну, вы знаете, когда административным, когда рычагами пользуются, иногда сбой бывает. В принципе, этот сбой быстро был ликвидирован. На сегодняшний день, могу сказать откровенно, никаких оснований для того, чтобы там не будет хватать, это не так. Но нехватка высококтанного бензина есть. В 2015 году все вопросы эти будут решены. Мы внутри Казахстана, даже с учетом таможенного союза, принимая во внимание избыточные мощности, которые в России есть на территории Казахстана, ну, рядом на границе, в принципе, мы внутри Казахстана свою потребность полностью закрываем. А поделитесь прогнозами, как вы думаете, вот ближайшее время, вот ближе к осени бензин подорожает? Я не вижу вот таких прям оснований для того, чтобы она там как-то из-за внешней ситуации подскочила, потому что вроде как бы там, мы же сейчас привязались тоже в том числе к нефти. Поэтому, кстати, был у нас вот пример недавно, когда бензин, наоборот, подешевел. Когда нефть начала падать, у нас бензин подешевел. В принципе, таких как бы таких оснований для скачков, таких больших нефти. То есть, получается, все зависит от нефти. Если нефть дорожает, и бензин тоже должен дорожать. А дорожает бензин, дорожают продукты, и дорожает вся наша жизнь. Ну, это да, это там, на самом деле, мультипликатор работает. Конечно же, там вот бензин, он, конечно, один из таких, он, ну, как ГСМ, это является очень важным. Даниэль Амирбаевич, а что вы можете сказать о качестве? Много людей, вот даже моих знакомых, которые жалуются, говорят, у меня сломалась машина. Приезжая на СТО, говорят, что это только из-за некачественного. Вот это в том числе, вот, в том числе из-за того, что не хватает, ну, иногда бывает нехватка бензина. Во-вторых, я еще раз сказал, что больше трех тысяч заправок вообще в Казахстане действуют. В принципе, вопросы качества, ну, невероятные. Вы не отвечаете за качество, да? Нет, нет, мы отвечаем. Вот Казмный газ на своих заправках, у нас есть лаборатории, мы делаем исследования. Но возможно такое, что и даже на ваших автозаправочных станциях может быть некачественный бензин? Вы знаете, единичные случаи могут быть. Я, на самом деле, не исключаю там где-то злоупотребление и так далее, потому что наша сеть достаточно большая, номер один вообще в Казахстане, где-то по количеству заправок. Там 380 заправок сейчас, ну, больше 380. Но есть тут другой вопрос. Почему получаются вот такие проблемы? Ну, это может, во-первых, может быть из-за регулирования, да? Ну, там, например, какой-то там автозаправщик, у которого АЗС где-нибудь находится, он там не помещается в коридор цены какой-то, который ему установлен. Может быть, это, ну, экономически как бы там его подтолкнули к тому, чтобы он там разбавил чем-то там. Ну, то есть, ну, когда он чем-то разбавил, понятно, я прошу прощения, конечно, ослиной мочой навряд ли уже там, это уже старая история. А вот другое дело, что некачественным продуктом с какого-нибудь там совезенным, там, пиратским способом, или, может быть, с какого-нибудь мини-НПЗ, который, там, как мы называем, там, чайник, кипятильник какой-то там стоит. Вероятно. Но это для того, чтобы, ну, это тоже касается экономических вопросов. То, что касается там преступных намерений, но здесь однозначно, конечно, я ответить не могу, потому что это уже другие там органы должны разбираться. А Министерство нефти и газа нужно это контролировать и отвечать за это? Обязательно контролировать. Потому что страдает простой народ, простые граждане. Ну, во-первых, еще раз говорю, отвечать, например, Министерство там перед конкретно взятым отдельным автолюбителем не может. Ну, потому что там он купил на какой-нибудь там заправке номер 36 там. То есть это должен ответить владелец этой заправки. Так? Второй вопрос. Требования технические министерство разработало и внедрило. В-третьих, надо просто разбираться в каждом отдельном случае. Может быть, еще раз говорю, может быть, там его подтолкнула к этому какая-то экономическая необходимость. Если есть в этом дело, есть в этом подоплека, тогда уже надо посмотреть, чтобы поднимать цену. Но самое правильное, потому что Министерство нефти и газа должно это контролировать. Она контролирует. Министерство нефти и газа контролирует. Ну, вот если честно, я боюсь заправляться на каких-то неизвестных заправках, знаете, которые... Ну, знаете, что вы посоветовали? Видимо, машина дорогая. Я просто понимаю, что это очень опасно. Я советую заправляться на станциях Казмин и ГАЗ. Ну, естественно. Это реклама. Я что еще могу сказать? Другое вы не могли бы посоветовать. Другое дело, что, вот смотрите, заводы, которые производят топливо, они нам принадлежат. Поэтому, если там это... Я могу сказать, что топливо, произведенное на Тараловском НПЗ, на Паладарском НПЗ и на Шемкенском НПЗ, соответствует требованиям и стандартам, которые в Казахстане внедрены. А вы сказали, что есть мини-НПЗ. А что это за мини-НПЗ? Мини-НПЗ в Казахстане, по-моему, их порядка 17 зарегистрированных мини-НПЗ есть. Это вот такие маленькие... Которые покупают нефть, перерабатывают ее и... Да, которые перерабатывают и получают некий там полуфабрикат. И они на самом деле, этот полуфабрикат, конечно же, не соответствует его там, нельзя заправлять там и так далее. У нас бывали там такие случаи. А почему открываются эти мини-НПЗ? Ну, вы знаете, во-первых, иногда есть, ну, это... То есть, по закону это возможно? Да, это возможно, да. И люди, которые это все предоставляют, получают. А где они покупают нефть? Я вот просто слышала, что в Казаларде, в Атрау, в Актау можно купить у нелегальных продавцов нефть. Да, есть ворованные. На тех же самых заводах? Есть. Я не знаю, как на заводах. На заводах для того, чтобы зайти, перерабатываться на завод. То есть, он должен предоставить график. Должен предоставить график, заверенный министерством нефти и газа. То есть, там процесс зарегулирован очень серьезно. Поэтому там... А у кого можно купить нефть тогда? Вы знаете, вот бывает, ну, вы знаете, может быть, там читали в криминальных сводках, там и так далее. Вот кто-то своровал, там... Да, трубопровод врезку сделал. Да, трубопровод и так далее. Поэтому мы были инициатором ужесточения наказания за ворованную нефть. А сколько сейчас? Какое наказание? Наказание сейчас, вот, закон о трубопроводном транспорте вышел. Сейчас вот в уголовном кодексе будут соответствующие изменения внесены. В принципе, наказывать, ну, как бы, там, если раньше штрафами отделывались, то сейчас будут, там, и уголовные, ну, и, как бы, и уголовные преступления. Это раз. Второй момент. Понятно, что мы, так как у нас страна вообще опоясана нефтепроводами, газопроводами, в принципе, еще раз говорю, там, например, от криминального какого-то аспекта мы отделаться не сможем. Его надо просто пожестче, как бы, внедрять. То есть, до сих пор, получается, любой человек, который может пойти и... Признаю проблему, есть такая проблема, да. Врезку сделать трубопровод, да, взять нефть, приехать на мини-НПЗ, продать это топливо. Да, да, да. Слушайте, ну, это же очень вообще легко. Поэтому я вот вам рассказываю, это вот на словах это легко, а на деле это очень сложно, потому что нефтепровод, он под большим давлением. Во-вторых, он под охраной находится там. Весь? Но он же не может быть весь под охраной. Весь находится под охраной. Имеется в виду, есть мобильные группы, есть... с воздуха за ним наблюдают. У вас есть данные официальные? Вот вы действительно не скрываете, что нефть воруют и могут украсть. Сколько было украдено нефти? Ну, честно говоря... За последние годы, к примеру. Потому что в новостях очень часто показывают и говорят, что тоннами, тоннами будет. Да, да, ну тоннами, вероятно. Ну, понятно, там не тысячами тонн. Это раз. Второй вопрос. Мы этот такой способ преступный пресекаем. Ну, сами. Вот у нас там есть компании, которые мы нанимаем охраны. Вот они там участвуют. В некоторых даже, вы не знаю, читали, нет криминальных. Даже перестрелки бывают, да? Да. Но другое дело, что мы, когда вот инициировали вот через Министерство нефти и газа, вот изменение в закон, там, закон о трубоводном транспорте, мы говорили о том, что надо ужесточить наказание. Ну, тогда вот... А так-то, понимаете, от преступных элементов отделаться, к сожалению, сразу это невозможно. Там его можно и на улице встретить где-то, понимаете? Невозможно привезти на грузовике, слить, например, там, нефть, потому что они же цистерны воздают. Ни в коем случае она там через трубопровод не поступит. Через железнодорожный транспорт не поступит. Если приедет какой-нибудь там бензовоз, там, понятно, что к нему будут применяться какие-то меры. Это больше, как бы, скажем, регуляторная, как бы, часть. А то, что касается там пожеланий людей, там, преступным способом деньги зарабатывать, это еще раз... Ну, я знаю, что деньги такие зарабатываются не только вот в преступном мире, да? Как вы говорите, которые врезки делают и привозят на эти грузы и газы. Нет, само деяние преступления. Я знаю, что даже делают бизнес у вас люди, которые работают и на этих НПЗ, ваши менеджеры, которые работают здесь. Бизнес черный бизнес. Ну, естественно. То есть это люди, которые имеют доступ, да, к тому же самому заводу, например. Здесь я уже как работник азимной газа, и понятно, что человек, который, как бы, может говорить, и я скажу, нет, это неправда. Если есть какие-то факты, мы, конечно, будем разбираться. Если есть, там, например, какие-то факты в обход наших инструкций, там, и так далее, то если эти факты мы узнаем, конечно же, таким людям не поздоровятся. Ну, не поздоровятся, что вы уволите их? Не уволим, это вплоть до уголовного преследования. А были такие случаи? И у нас не было, потому что, на самом деле, вот это вы на словах так говорите, это просто. А на самом деле это сделать сложно. То есть, например, нефть на Атаровской НПЗ, да, должна поступить через трубовродную систему. Для этого должен быть там график Костронсуэла. Для этого должен быть график Министерства нефти и газа. Для этого должна быть ресурсная справка подтвержденная. То есть, что вот производитель, вот, этот производитель должен... Мы же живем в Казахстане. Я вам просто объясняю. И таким образом, если вы там говорите о том, что это бизнес, то это не так. А если это единичный случай, кто-то где-то что-то договорился, вероятно, но я не знаю, правда, я, по крайней мере, откровенно скажу, я в последнее время о таких не слышал. Тем более, что у нас есть и свои службы безопасности, у нас есть и свой поток информации. По крайней мере, чтобы видеть, что там где-то там с привлечением там какой-то менеджмента завода это все сделано, это я однозначно опровергаю. Вот я знаю, что в Америке есть нефтехранилища, да? То есть, они готовят такой запас для себя, стратегический запас. А у нас почему нет? Ну, вы знаете, во-первых, что можно назвать нефтехранилищем. Ну, они там, например... Я вообще себе плохо представляю, как это выглядит, конечно. Да, это очень выглядит... Ну, если вы думаете, что нефтехранилище это такая какая-то большая бочка под землей, то это не так. Да, в общем, когда невероятных размеров. То, что касается нефтехранилищ, которые находятся, это да, действительно, там есть наверху, там они принадлежат терминалы, там Костронсову и так далее. В принципе, там какие-то запасы нефти есть, это больше обеспечивает технологическую добычу. Не, ну это понятно, на месторождении есть какие-то, а вот именно для стратегического запаса... Это под землей. Это под землей. Имеется в виду... То есть, добывать не обязательно. Это запасы, которые принадлежат тебе и так далее. Ну, вы знаете, например, в Соединенных Штатах Америки вот сейчас Барак Обама объявил о том, что они раскрывают все свои резервуары, и они сейчас эту работу ведут. Они вообще хотят там... Это один из крупнейших импортеров нефти, где-то больше там 400 миллионов они только импортируют. Они хотят в 2023 году уйти полностью от зависимости от импорта. Но это, видите, решение, которое принимается. То, что касается нас, то понятно, что запасы государства, ну, те, которые... Вот запасы, которые находятся на балансах, там, например, Кашагана, того же самого, Тингишевройла и так далее, они огромные. В принципе, их, конечно же, мы рассматриваем как запасы государства. Мне интересно, у вас есть акции «Казмная газа»? Вы владеете? «Казмная газа» нет, никто не владеет, потому что «Казмная газ» 100% принадлежит Самрук Казыне, через Самрук Казыной, конечно, принадлежит государство. А вот сейчас же ожидается народное IPO, и говорят, можно будет купить акции «Казмная газа». Это, ну, единственное, что можно купить акции, только не «Казмная газа», а «Кастрансойла». А, «Кастрансойла». Это, да, это дочерняя компания «Казмная газа». В состав «Казмная газа», вы знаете, входит, ну, вот «Кастрансойл», в частности, это контролирующие нефтетранспортные активы. Они, речь идет о продаже 10% пакета акций. «Кастрансойла», да? «Кастрансойла», да, это дочернее подразделение. Они будут дорогими? Нет, они будут недорогими, они будут доступными. Ну, вы знаете, так как это IPO, понятно, что есть вопросы, которые раньше времени, конечно, выносить не надо, там, о цене и так далее. Однозначно могу сказать, что они будут доступны. Второй момент, что мы планируем выпуск акций где-то в сентябре этого года, ну, в сентябре-октябре этого года. И уже в 13-м году планируем уже выплачивать дивиденды по итогам 12-го года, так как это будет в 12-м году. Поэтому, конечно же, программа народного IPO – это опять стратегическая инициатива главы государства Нурсана Абишевича. Мы, в принципе, конечно же, безусловно, заинтересованы в том, чтобы в наших компаниях дать возможность людям, нашим гражданам, возможность участвовать в проектах, которые прибыльные. Ну, понятно, что... А сами будете участвовать в этом проекте? Ну, я думаю, да. Мне кажется, в первую очередь... Ну, вы знаете, там есть ограничения, есть там... Это же так, как IPO, там есть, например, носители внутренней информации, им там нельзя, там, и так далее. Но, будучи таким же гражданином, как и вы, конечно же... У нас в жизни был Мурат Абин, депутат Мужелеса, и он очень сильно ругался по поводу народного IPO. Он сказал, что освещением никто не занимается, и якобы это выгодно тем людям, которые... Вы, например, понимаете, да, что акции компании «Костронсойл» завтра будут в цене расти, что это выгодно, да? Да. То есть, а народное IPO, то есть, люди, которые живут в аулах, они не совсем понимают. Ну, вы знаете, я в некоторой степени могу согласиться. Ну, с тем, что, например, быть инвестором, конечно же, это очень ответственное, как бы, там, ответственное дело, да? Понятно, что, вот, например, в тех же самых странах с развитой рыночной экономикой не все же инвесторы. То есть, это надо уметь рисковать, надо видеть, там, и так далее, информацию получать. Другое дело, что, вот, например, говорят, вот недостаточно информации для того, чтобы, там, принять какое-то решение. Ну, вы знаете, на самом деле, вы знаете, сейчас очень большое выделяется, ну, сами вы профессиональные журналисты, там, вы занимаетесь, видите, что всячески народное IPO, как бы, рекламируют, там, и ставят. Во-вторых, народное IPO, это очень, понятно, ответственное, там, дело, там, вы знаете, там, в России, там, были примеры, там, были удачные примеры, и были неудачные примеры, в том числе. И поэтому, для того, чтобы быть гарантированным, почему выбрана компания «Костронсойл»? «Костронсойл», если вот… Это одна из самых прибыльных, да, получается, компаний? Во-первых, она гарантированно прибыльная компания, потому что она, естественно, монополия. Ну, там, я помню, были споры, когда, на момент, когда выпускать ее, не выпускать, многие говорили, как это так, можно, естественно, монополию на рынок выпустить. Вот, смотрите, мы 80 миллионов тонн добываем, они где-то возят 67, ну, 65 миллионов тонн. То есть, грубо говоря, это сеть нефтепроводов, и те богатства, которые будут произведены, они, как бы, так откровенно скажу, мимо «Костронсойл» не пройдут. Потому что, потом дальше, перевалки, да, то есть, нам «Костронсойл» принадлежат стратегические перевалки, даже если наливать там нефть, там, цистерны, там, и так далее, это тоже приносит прибыль. Естественно, такая компания будет прибыльной. Понятно, что мы хотим для того, чтобы ожидания, скажем так, не обмануть, мы говорим, что прибыль будет. Теперь ожидания, да, там, вот, например, там, человек хочет зарабатывать, там, 20 процентов, там, на вложенные деньги, там, или, там, 50. Понятно, что «Костронсойл» такие ожидания выполнять не будет, ну, потому что не в этом дело, там, сверхприбыль зарабатывать, а просто дать возможность стабильного роста и стабильных поступлений – это да. Ну, вот здесь вот я знаю, что это, ну, так, очень широко обсуждается, там, и у меня там есть, там, друзья, коллеги, там, мы с ними обсуждаем, там, кто-то там жалуется, там, и так далее. Я говорю, пожалуйста, вкладывай в Apple тогда, там, или, там, вкладывай, там, какие-то это, но это твой вопрос, то есть, ты, как бы, рискуешь – рискуй. Я думаю, если первый заместитель председателя управления национальной компанией «Казмонайгаз» рекомендует участвовать в народном IPO, да, и, тем более, если вы говорите, что компания «Костронсойл» – прибыльная компания при любых обстоятельствах, да, то я думаю, что, может быть, и стоит поучаствовать в этом проекте. Я хочу от имени всего коллектива программы «Сатуско» поздравить всех сотрудников, работников нефтегазовой промышленности с наступающим праздником. Спасибо, что смотрели нас. До встречи на следующей неделе на телеканале «Астана».